Субтитры делал DimaTorzok В 2009 году в городе Мамлютка была открыта первая школа, где преподавание ведется исключительно на казахском языке. Теперь в районе их всего три. И этот матч посвящают пятилетию Мамлютской школы-интернат. Первых воспитанников, их родителей и учителей новое здание увидело, как и положено, в День знаний. После торжественной линейки ребята и наставники вошли внутрь и заняли отведенные места. Сегодня здесь обучаются 238, а обучают их 30 человек. В этом году к нам присоединились еще два молодых специалиста. У нас проводится углубленное изучение математики. В пяти кабинетах нашей школы имеются мультимедийные интерактивные доски, благодаря которым мы можем доступно и развернуто преподносить ребятам учебный материал. Также дети имеют возможность прийти в специальные кабинеты и воспользоваться интернетом, к примеру, для подготовки к енте. Стоимость строительства нового учебного заведения – 1 миллион 400 тысяч тенге. Важно заметить, что это не просто школа, но еще и интернат, что открыло мир букварей, учебников и портфелей перед ребятами из отдаленных селений. Поскольку у нас школа-интернат, то учатся здесь дети и из соседних деревень тоже. Покровка, краснознаменка. Некоторые приезжают из Петропавловска. Мы их обеспечиваем спальными местами, организуем трехразовое питание. Всего в интернате живут 100 ребят. Предусмотрено в школе пространство для тех, кто уделяет внимание развитию мускулатуры. И не только в рамках учебной программы. Секции по греко-римской борьбе, тяжелой атлетике, гимнастике, волейболу и баскетболу посещают ребята из разных школ, лежащих в окрестностях мамлютки. У каждого вида свой зал. За эти годы мы воспитали чемпионов Казахстана по греко-римской борьбе, чемпионов области по тяжелой атлетике, призеров городских соревнований. В прошлом году сборная девочек по области заняла второе место. Двое поехали на чемпионат по вольной борьбе в Алматы. Поездки на районные и областные первенства, спортивные чемпионаты и интеллектуальные олимпиады расширяют интересы ребят. Круг новых знакомств и сфера знаний манят вдаль от родного края. После школы многие дети хотят поступать в институты Астаны, Костаная, Алматы и Петропавловска. Астаны, Костаная, Алматы и Петропавловска. Схожая картина в другой мамлюцкой школе. Только здесь воспитанники тяготеют к миру творчества и искусства. Наша группа называется «Топотушки». Мы занимаемся 8 лет. Участвовали в Алма-Ате, конкурс «Куншуак», заняли первое место, были очень рады. В Астане участвовали, заняли второе место. Во многих участвовали, в Петропавловске участвовали. И здесь тоже принимаем участие. В эти дни коллектив юных танцоров прибывает в городе Миас, что под Челябинском. Танцоры рассказали мне, что от конкурса ждут, естественно, победы. И пусть уже не нового, но ощущение, которое обычно искрит в сердцах призеров соревнований. Нету такой болезни звездной, но гордость есть, что заняли первое место, хорошее место, заняли в далеком городе. В этой школе ребятам предлагают поднаторить не только в танцах, ведь здесь действует еще 7 отделений. Хорист, актер, художник, музыкант, оркестр или пианист. Если хватает дара и времени, пожалуйста, занимайся хоть по всем направлениям, но только после общеобразовательных уроков. Может быть, кто-то все-таки планирует связать свою жизнь с искусством. Поэтому у нас есть дети, которые обучаются в колледже, обучаются в Челябинском институте культуры. Но в основном, конечно, для себя, для раскрытия своих творческих способностей. Одно из самых популярных в школе отделение изобразительного искусства. В нашей школе, в нашем отделении, это основное, первый идет, это подготовительный класс, он идет с 7 до 10 лет, до 11, и потом основной, 4-годичный курс, 4 года обучения. Вот это с 5 класса общеобразовательной школы, с 11-12 лет до 15 лет. Рисовать, лепить и заниматься прикладным искусством – дело приходящее, и, увы, для кого-то уходящее, признается преподаватель. Приходят маленькие, они все хотят рисовать, хотят лепить. Дети подрастают, кто-то лепить уже так не хочет. Или меняется интересная ориентация, кто-то хочет только поделками заниматься. Поэтому, да, частично выбирают профессию, во-первых, уже с возрастом, они осмысливают. Если им нужно что-то из этого изобразительного искусства, да, они остаются. Мамлютка закладывалась подобно всем городам, которые когда-то начинались с одного человека, семьи или рода. Правда, не всегда известно, кто эти люди, но не в данном случае. В 1786 году Мамлют Волгузин сложил посреди лесов и степей на берегу озера землянку. Надеялся на процветание своей семьи в этих краях. Такого предсказать, конечно, не мог, но в ближайшие годы на восток потянулись царские чиновники, ростовщики-купцы. Позже, нарушив семейную мавлютскую идиллию, правительство послало сюда новые рабочие руки, поселив в деревне 100 душ. А в 1792 году в зарегистрированном татарском селении Мамлютово уже было 176 человек. Кстати, потомки Мамлюта до сих пор составляют большую долю 9-тысячного населения Мамлютки. Сложившаяся на тот момент в регионе погода не больно благоволит к поездкам и путешествиям. И невзирая на это, наша экспедиция направляется к одному из самых крупных предприятий в районе, которое занято в сельском хозяйстве. А вместе с тем реализуют несколько социальных проектов. В сезон здесь на тысячи гектаров сеется лен, 250 гектаров занимает рапс. Увеличив площадь кормовых культур, крестьяне решили заняться еще и животноводством. С учетом того, что у нас больших пастбищных угодий нет, небольшие контуры пастбищные, мы определились на развитии именно племь репродуктора. На небольших участках разводить самое главное качество генофонд. Скот мы завезли из Соединенных Штатов Америки, со штата Оклахомы, 200 голов нителей в 2012 году. Но сегодня мы уже по голове составляем более 460 голов. Тот же 2012-й отмечен не только началом животноводческой эры хозяйства, но и запуском социального проекта по государственной программе развития водоснабжения Акбулак. Мы в первую очередь попали в эту программу Акбулак. И в 2012 году было начато. Государством для этого, для села Мингисер, было выделено 246 миллионов тенге. И сегодня вот из 254 дворов села Мингисер в каждый дом подведена чистая питьевая вода. А чуть ранее, в 2009 году, руководство хозяйства собирало плоды еще одной своей инвестиции – строительство детского мини-центра. До этого у нас не было ни детских садов, ни мини-центра. Вот впервые в 2009 году открылся наш мини-центр. В данный момент наш мини-центр посещает 16 детей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok